И в том же Павлодаре аварийный дом грабят мародеры. Пару месяцев назад его законсервировали и закрыли, но сердобольные жильцы периодически проверяют родную пятиэтажку и несколько раз буквально застали воров на месте преступления. Майя Шуакбаева продолжит. Этот дом объявили аварийным в сентябре этого года и в течение месяца экстренно эвакуировали всех жильцов, опасаясь, что на их головы обрушатся стены треснувшего здания. Дом обещали закрыть, законсервировать и регулярно патрулировать. Но, как видно, мародеров это не остановило. Это видео снял ребенок. Трубы из подвала аварийки предполагаемый вор несет мимо окон соседнего дома. А у жителей этого двора общая беда. Три дома почти 30 лет назад экспериментально построили из модулей. Те дали трещины, одна из пятиэтажек стала рушиться. Не исключено, что два других дома тоже вскоре объявят аварийными. Вот смотрите, это тыльная сторона, западная сторона нашего дома. Подвальное помещение, где вот именно коллектора, стояки вот эти все канализационные, где лежаки канализационные. Это все демонтировали и повыбрасывали наружу, потом с целью сдать металлолом. Валентина Осинская уже почти два месяца живет на съемной квартире, которую оплачивает государство. А недавно пенсионерка узнала, что ее собственную в аварийном доме ограбили еще в ноябре. Залезли на решетку первого этажа, проникли к нам, разбили стекло, раскручили в балконную дверь, срезали батареи. А это они делали, видать, не первый раз. Это среза четыре батареи, это нужно время. Люди хотят защитить дом от мародеров до государственной оценки. В Акимате четко обозначили, во сколько оценят жилье, столько потратят на покупку нового. Обещали, что после оценки мы сможем приобрести себе какое-то соответствующее, наверное, жилье. То есть на эти же средства. А теперь по существу получится, что нам оценят его по минималке, потому что все разворовано, и батареи все полопались, и еще что-то, попорченное имущество. Оценку аварийного здания обещают провести после разработки плана детальной планировки будущей застройки микрорайона. А до тех пор Акимат города доверил полиции охрану дома. И никаких мародерствах в нем чиновники не слышали. Фактов того, что кража была, она у нас не подтверждается. Если на сегодня такое возможно, если это возможно, то мы тогда совместно с местной полицейской службой выйдем и начнем тогда реализировать. Мы направили запрос полиции уже перед выходом материала в эфир. В департаменте подтвердили факты краж радиаторов из квартиры и труп из подвала аварийного дома. Подозреваемых задержали. Прямо при нас хозяйке ограбленной квартиры позвонил участковый, чтобы принять у нее заявление о краже. Майя Шуакбаева, Хатам Амбеков, Павлодар, Первый канал Евразия.